Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы продолжаем традицию представлять те тезисы, которые были присланы на секцию онкоимнологии на нашу конференцию. И хотелось бы сразу предупредить, что ввиду некоторых технических особенностей, возможно, если у кого-то не совсем правильно озвучено авторство или не озвучено, то приносим заранее свои извинения. Тем не менее, основные направления могут быть найдены. Кто-то заинтересуется, прочитает те тезисы, которые будут выпущены на сайте где-то в течение ближайшего времени. Итак, какие направления у нас были, какие тезисы нам прислали? Это новые терапевтические подходы, изменение уровня опухолевого микроокружения и новые исследования по маркерам эффективности терапии. Ну, относительно терапевтических подходов, это в первую очередь новая мишень. Одной из таких мишеней является ганглиозид. Это обязательная часть мембраны любой клетки. Как оказалось, эти ганглиозиды характеризуются весьма высоким разнообразием, органной специфичностью, выраженных различий в экспрессе опухолевых и нормальных тканях и участием в пролиферации, миграции, адгезии. И, в принципе, эта мишень серьезно и активно изучается в клинических исследованиях, причем пытаются ее таргетировать с помощью и моноклональных антител, и иммунотоксинов, и радиомонотерапии, кар-клетки, НК-клетки, различные вакцины. И вот к нам на секцию прислали ТЭИС «Холоденко» с авторами, где они предлагают новый класс иммуноподилюбопрепаратов, кондигуат антителы GD2 с даластатином-10. Это цитостатик из группы ингибиторов микротрубочек, который в клинических исследованиях показал свою высокую токсичность, поэтому не прошел дальше в исследовании, но, тем не менее, в доклинических исследованиях показывал достаточно высокую эффективность. Поэтому, возможно, такой подход будет оправдан. Вторая известная уже, в принципе, стратегия – это стратегия виротерапии. Действительно, в опухолевой клетке известно, что противовирусная защита существенно ослаблена, и есть целая масса способов, как это использовать. Это и репликация вируса, от которого клетка не может защититься, и генноинженерные всякие подходы, где в вирус встраиваются иммунологические маркеры эффективности и токсичности использования нарушений, существующих в опухолевых клетках для того, чтобы вирус мог реплицироваться и так далее. В любом случае, основным и важным компонентом подхода является не только лидис клетки, но и индукция противоопухолевого иммунного ответа. И вот один из возможных вариантов кандидатов в виротерапии – это ротовирусы группы К, которые исследовались группой Златник с авторами, и показано снижение иммуносупрезии, связанных с опухолевым ростом при применении таких вирусов у бестимусных мышей. Так что пожелаем коллегам удачи в дальнейшей разработке. Еще одна важная мишень. Сегодня уже сто раз говорили про иммунный синамс, его контроль, подавление тормозных сигналов, активацию активирующих сигналов. И вот один из таких активирующих сигналов, который используется в онкологии – это ОКС-40. Сейчас несколько препаратов находятся на ранних фазах клинических исследований. И в данном случае представлен вариант генотерапии с использованием ОКС-40, где идея состоит не в том, чтобы сделать антитело, а в том, чтобы вызвать индукцию данного белка, собственно, на опухолевой клетке. Интересный подход, который, возможно, поможет значительно увеличить эффективность различных иммунотерапевтических подходов. Картель имфоцита, к сожалению, не смогут найти авторов для этих исследований. Это действительно перспективное интересное направление, но сложности, как сегодня уже предыдущие докладчики говорили, в том, что, к сожалению, очень тяжело делать эти индивидуальные подходы к данным клеткам. Но авторами предложено новое направление – это невирусная технология, которая позволяет инвиву сделать тот же самый картель имфоцита. Если это действительно удастся, то у нас, возможно, будет гораздо проще применять эту технологию в реальной клинической практике. Стволовые опухолевые клетки. Это очень важная и иммунотерапевтическая мишень, и маркер, и вообще структура, требующая понимания их роли в опухолевом росте. Это самоподдерживающаяся популяция, которая обеспечивает существование опухоли. И действительно, мы хотим подавить, на самом деле, именно эту популяцию, потому что теоретически, если мы ее уничтожим, то опухолевый процесс остановится. И они же могут являться маркером эффективности лечения. Как интересно, у нас прислано было двое тезисов. Это определение клеток в саркомах и в глиомах, и примерно равная частота определения этих клеток в саркомах примерно около 10%, в глиомах в среднем от 0,2 до 19,5%. То есть этот маркер характеризует стволовые опухолевые клетки в разных субпопуляциях, и, возможно, эти исследования могут быть генерализованы на еще большее число злокачественных опухолей. Ключевые аспекты воздействия на опухоль включают, безусловно, еще два важных момента. Это нарушение энергетического метаболизма, опухоле ассоциированное воспаление, и стратегии изучения, что происходит под раздействием различных препаратов в микроокружении опухоли, изучались указанными на слайде исследованиями при разных ситуациях на фоне проведения химиотерапии. Это было показано изменение в текстурационной программе и различие в зависимости от вида опухоли под воздействием химиотерапии, и сходные результаты по воздействию химиотерапии на регуляторы миелоидных клеток, то есть на цитокины при раке молочной железы. Так что, безусловно, прогресс в этом направлении, вероятно, позволит нам существенно продвинуться в понимании того, как мы можем использовать и комбинировать наше воздействие не только стандартную химиотерапию, но и монотерапевтический подход, и монокоррекцию для получения максимального эффекта в лечении наших пациентов. Примером аналогичной работы является исследование нашего центра. Нам удалось получить слайд от авторов, который свидетельствует практически о том же самом, что у больных раком молочной железы в зависимости от агрессивности опухоли, от уровня кишечесиотемии имеются существенные различия в содержании иммуно-регуляторных популяций, прежде всего, которые, вероятно, и отчасти играют роль в такой агрессивности этого процесса. Биомаркеры – это, безусловно, ключевой компонент в индивидуализации лечения злокачественных опухолей, однако на сегодняшний день для иммунотерапии эффективные биомаркеры общепризнанные отсутствуют. Есть, конечно, ПД-1, есть другие маркеры, но четкое их применение и понимание, то, как их использовать, подчас отсутствует. У нас есть несколько источников биомаркеров – это и опухолевая ткань, и периферическая кровь, и маркеры могут быть и опухолевые клетки, и клетки иммунной системы. И, безусловно, в ходе любого лечения оценивать состояние иммунной системы важно. На эту тему было прислано несколько тезисов на нашу секцию. Это оценка иммунного статуса больных колоректальным раком в зависимости от наличия циркулирующих опухолевых клеток, то есть неблагоприятного маркера, который свидетельствует о том, что не весь процесс устранен на ранних стадиях. И действительно оказалось, что показатели различных субпопуляций иммунных клеток гораздо хуже у пациентов с циркулирующими опухолевыми клетками, то есть у пациентов с более высоким риском рецидива. В нашем исследовании мы оценивали состояние иммунной системы у больных, получающих химиотерапию в сочетании с мелатонином и метформином больных меланом, и тоже оказалось, что вне зависимости от того, какое лечение пациенты получали, лучшие показатели иммунного статуса обнаруживались у пациентов, у которых был ответ на лечение, в отличие от тех, у кого такой ситуации не случилось. Другой важный момент и другой новый потенциальный маркер – это степень повреждения ДНК в лимфоцитах периферической крови. Если мы привыкли говорить о нестабильности в опухолевой клетке, это известный признанный маркер повреждения на опухолевой ткани, то оценивая тот же самый показатель в лимфоцитах, мы тоже можем получить дополнительную терапевтическую информацию. В исследовании нашего центра цирринной савтрим было показано, что у больных с меланомой кожи и сарковой мягких тканей рост степени повреждения ДНК наблюдается в лимфоцитах, наблюдается по мере прогрессии опухоли, и это свидетельствует о том, что опухоль тоже влияет на состояние лимфоцитов в ранее неописанном нами аспектах. Да, были выражены различия по полу возраста, и обнаружена возможность связи с нарушением метаболизма. Таким образом, это перспективное направление, которое тоже поможет нам ответить на целый ряд вопросов, в том числе и про энергетику иммунных клеток в процессе развития опухолевого процесса. Таким образом, подходя к заключению такого краткого обзора, прогресс в лечении злокачественных опухолей, конечно, невозможен без понимания роли иммунной системы в данном сложном взаимодействии. И разработка новых подходов всегда является движением вперед, вне зависимости от того, успешно или неуспешно решаются данные конкретной задачи. Так что я хочу поблагодарить всех савторов, которые внесли вклад в нашу конференцию, прислали тезисы, призвать всех желающих присылать и дальше. Мы будем анализировать, озвучивать эти данные, и постараемся обсудить результаты исследований для коллективной работы в едином направлении. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.